Ежегодно августовская конференция собирает педагогов со всего района, на ней подводят итоги работы за предыдущий учебный год и ставят задачи на новый. В приветственном слове глава района отметил, что совместными усилиями за 2016-2017 годы удалось достичь многого. Мы один из немногих муниципалитетов Московской области смогли прийти к 1 сентября 2017 года всего с одной школой, которая будет обучаться в две смены. К сожалению, это останется только лишь седьмая школа. Полностью решен вопрос с дошкольным образованием в поселке Володарского. В конце августа там откроется еще один детский сад. Всего в 2017 году в Ленинском районе будет реконструировано и построено 7 дошкольных учреждений на 815 мест. Ведется работа и по школам. Более 230 миллионов было потрачено на реконструкцию Винновского художественно-технического лицея. Новое учебное здание появится и у Володарской школы. Еще одним объектом, где проведена масштабная реконструкция, является Винновская школа номер 2. Также обсуждались вопросы педагогического роста наших учителей, потому что мы понимаем, что ключевая фигура в школе – это не только ученик, но и учитель. От его профессионализма, мастерства, его инициативы – зависит в конце концов качество нашего образования. За значительный вклад в развитие образования и успехи воспитания подрастающего поколения 14 педагогов наградили почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации и Московской области. Еще около 30 учителей получили в грамоты благодарственные письма главы Ленинского муниципального района и Совета депутатов. Восемь образовательных учреждений, ученики которых показали высокие результаты на Всероссийской Олимпиаде школьников, также отметили наградами. Среди них и директор Бутовской школы Ирина Овчинникова. И сама школа, прежде всего, мы оснащены полностью всеми необходимыми информационными образовательными ресурсами, которые на сегодняшний момент востребованы для обучения в школе. И также спортивное оборудование, все оборудование дополнительного образования, то есть полным объемом обеспечено. В новом учебном году рекорд по количеству первоклассников поставит Молоковская школа. 1 сентября порог этого учебного учреждения переступит 90 учеников. Для сельской местности это очень хороший показатель. Мы каждый год награждаем своих выпускников золотыми медалями. У нас ежегодно есть медалисты в школе, и есть в 11 классе, и в 9 классе. И сегодня мы имеем выпускника этого года, который набрал по итогам итоговой аттестации 98 баллов по русскому языку. Для нас это показатель. Мы двигаемся мелкими, но уверенными шагами вперед. Мы растем. Еще одним значимым подарком для педагогов перед началом учебного года стало вручение сертификатов на предоставление жилья в Ленинском районе. В этом году ключи от новеньких квартир получат 17 работников образовательных учреждений.